Привет всем, друзья! У меня на канале очень много видео по поводу переезда и жизни в Германии. А сегодня я хочу с вами обсудить противоположную тему. Я вижу, что у некоторых людей складываются определенные мнения, стереотипы и установки по поводу Германии, которые, возможно, не только не помогут им жить в Германии, но и сделают жизнь в Германии очень сложной и неприятной. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о тех установках, с которыми жить в Германии будет очень сложно. И, возможно, для таких людей Германия это не самая лучшая страна. Поехали! На данный момент самым популярным из таких вот страхов и стереотипов является то, что в Германии очень много беженцев, которые делают все, что хотят, и то, что Германия это небезопасная страна. Причем, как я наблюдаю по комментариям, женщин больше беспокоят вопрос беженцев, а мужчин больше беспокоят вопрос безопасности. Я, например, как человек, который живет в Германии, вообще не вижу особого смысла обсуждать все эти вопросы и беспокоиться по поводу этой ситуации, потому что люди, которые живут в Германии, этой ситуации не обеспокоены. У них не стоит вопрос того, что Германия небезопасная страна. А вот почему-то люди, которые живут за пределами Германии, очень взволнованы этим вопросом. Поэтому те, кто беспокоился по этому вопросу, уже давно нашли информацию в разных источниках и сделали свои выводы. А те, кто продолжает беспокоиться по поводу беженцев, по поводу безопасности... Что я вам могу сказать? Возможно, все-таки для вас Германия будет не самой лучшей страной. Еще одним моим любимым стереотипом является мнение о том, что в Германии, да и в Европе вообще, бушуют геи и лесбиянки, везде ходят, показывают вот эту вот срамоту свою, знаете, как некоторые пишут, я не хочу, чтобы мои дети это видели. Так вот, я за 5 лет жизни в Германии еще ничего не видела. Я не знаю, что они боятся увидеть, поэтому мне как бы эта вся проблема непонятна. Но я вам скажу, что да, в Германии, конечно же, есть клубы для геев-лесбиянок, также есть гей-парады. Но те, кому эта тема неинтересна, вообще в этом не участвуют и никогда с этим не сталкиваются. А вот те, кого эта тема интересует и которые ходят в такие места, которые посещают вот такие вот гей-парады, мне кажется, что у них просто есть интерес к этим вещам и в этом нет ничего страшного. Это абсолютно нормально. Также я просто обожаю, когда меня спрашивают о том, Соня, какие документы нужны для поступления в Германию? Так вот, если вы не хотите просто ввести обыкновенный запрос в Гугле и получить информацию о том, какой список документов вам нужен для поступления в Германию, то Германия не самая лучшая страна для вас. Почему? Потому что в Германии вы должны все делать сами. Если вы хотите найти какую-то информацию, если вам что-то нужно, вы должны сами искать эту информацию, сами искать ее, например, в интернете или звонить и спрашивать. И люди, которые ленятся даже сделать один маленький шажочек, им будет очень сложно в Германии, потому что в Германии вам нужно будет делать кучу таких шажочков каждый-каждый день, независимо от того, в какой сфере вы будете учиться или работать. Так что задумайтесь по этому поводу. То же самое касается людей, которые думают, что они переедут в Германию, найдут классную работу, будут зарабатывать кучу денег и при этом ничего не делать. В Германии очень высокие зарплаты. И, конечно же, именно поэтому Германия привлекает такое большое количество людей. Но у немцев такие большие зарплаты именно потому, что они очень много и тяжело работают, а не потому, что они просто получают эти деньги, ничего не делая. Поэтому, если вы хотите плевать в потолок, ничего не делать и при этом получать зарплату, Германия это не страна для вас. В таком случае, я думаю, что вам лучше остаться в вашей родной стране, там у вас будет намного больше шансов получить ту работу, которую вы хотите. Ну и завершает мой список мнение о том, что в Германии не нужен немецкий язык. Я ведь выучил английский, английский это язык международного общения, и все должны меня понимать. Так вот, я должна вас разочаровать, потому что люди, которые, например, работают в магазинах, или занимаются обыкновенной вот такой вот работой, курьеры, продавцы, какие-то работники, они не знают английский. Они учат его в школе буквально пару лет, и все. На этом все их обучение английского заканчивается. Поэтому не стоит думать, что в Германии вы сможете спокойно обойтись без немецкого языка. Это огромное заблуждение, и если вам лень выучить немецкий, то я думаю, что, возможно, вам нужно ехать в страну, в которой вы сможете общаться на английском. Ну что, в этом видео я поделилась с вами набором установок и стереотипов, которые, по моему личному мнению, будут очень сильно мешать для того, чтобы хорошо себя чувствовать в Германии, найти хорошую работу, и обустроить свою жизнь в Германии так, чтобы чувствовать себя здесь прекрасно. Если вы со мной не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях. Если же вы согласны, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про социальные сети, и до новых встреч, друзья! Пока-пока!